Всем привет, с вами Барни, канал Вау Посылка. В этом выпуске ТОП-15 лучших видеорегистраторов с сайта Алиэкспресс. Все видеорегистраторы из данного видео умеют снимать с максимальной чёткостью и подобраны моделей только от надёжных, известных мировых компаний, таких как Xiaomi, UI, Ventru и многих других. Ventru X1 Pro – это видеорегистратор, который умеет снимать в суперчётком разрешении 2.5K 30 кадров в секунду. 2.5K – это 2560 на 1440. При таком разрешении вы увидите гораздо больше деталей, картинка максимально чёткая и детализированная, даже несмотря на высокую скорость движения. При стандартном разрешении 1920 на 1080 снимает 60 кадров в секунду, и в результате видео получаются более плавными и неразмытыми. Ventru X1 Pro имеет угол обзора в 170 градусов с апертурой 1.8, что является одним из лучших показателей на рынке. LCD-дисплей составляет 2.7 дюйма, на котором можно удобно просмотреть любой отрывок движения. X1 Pro обладает сильной способностью ночного видения. Это работает следующим образом. С системой HDR видеорегистратор автоматически настраивает экспозицию, которая соответствует дорожной обстановке, и применяет соответствующие фильтры, необходимые в захвате небольших деталей, которые не видны ночью во время движения. X1 Pro начинает автоматически перезаписывать старое видео, когда места на карте памяти совсем не осталось. При срабатывании встроенного G-сенсора во время ДТП видео перемещается в папку событий с запретом на удаление. Производитель заявляет о поддержке карт памяти до 64 гигабайт, хотя на практике видеорегистратор отлично работает с картами на 128 гигабайт. В настройках видеорегистратора можно включить режим парковки. Он срабатывает при обнаружении движения во время стоянки перед вашим автомобилем. Вы всегда сможете узнать, что произошло, когда вас не было. Модель Mini 0906 – это двухканальный видеорегистратор, который состоит из двух камер, каждая из которых снимает в разрешении 1920 на 1080. 30 кадров в секунду. Основная камера крепится на лобовое стекло и пишет всё, что происходит спереди автомобиля. Вторая камера крепится на заднее стекло и снимает дорожную обстановку базади транспортного средства. Видеорегистратор оснащён превосходной матрицей Sony Exmor IMX 291, GPS и парковочным режимом с функцией таймлапс. Обе камеры имеют действительно широкий угол обзора 130 и 145 градусов, и при этом не создают эффекта рыбьего глаза. И днём, и ночью картинка суперчёткая, номерные знаки видны на скорости с достаточно большого расстояния. Благодаря GPS присутствует возможность дополнительной фиксации данных по геолокации и скорости. Сам материал корпуса матовый, из чёрного качественного пластика. К сборке нет никаких претензий, всё на высоком уровне, крепление обоих камер достаточно крепкое и надёжное. Основной фишкой мини-видеорегистраторов является то, что они выглядят очень неприметными и не привлекают внимания с улицы. Для некоторых городов это является несомненной необходимостью. Видеорегистратор Xiaomi Mijia Cardi VR взорвал рынок своим появлением. Стильный дизайн, отличные технические характеристики, мировой бренд и устройство уже на старте продаж пользуются популярностью, особенно в странах СНГ. Первое, что бросается в глаза, это дизайн регистратора. Устройство выглядит дорого и выполнено из качественного пластика. Механизм крепления очень плавный и удобный, регистратор легко снимать и одевать на держатель. В нём установлен сенсор Sony AMX 323, который позволяет записывать видео с разрешением 1080p 30 кадров в секунду или 720p 60 кадров в секунду. Чёткость картинки радует даже в условиях плохой освещенности. Запись видео происходит с кодеком H.264 длительностью отрезка по 2 минуты. Формат записи MP4. Регистратор снабжён Wi-Fi-модулем, с помощью которого можно просматривать записи на смартфоне и обновлять прошивку. Xiaomi Mijia Cardi VR очень прост в использовании. Настрой к девайсе минимум, один раз настроил и готово. Видеорегистратор Xiaomi 70 Minutes выполнен в форме небольшого цилиндра с поворотным кронштейном, позволяющим регулировать угол наклона камеры. Кнопка включения имеет подсветку, что полезна в тёмное время суток и расположена в удобном месте сбоку. Индикатор поддерживает три разных цвета – синий, зелёный и красный. Синий цвет означает, что устройство включено, зелёный цвет мигает при записи камеры, красный цвет указывает на проблемы при записи, например, если вы забыли вставить карту памяти. В видеорегистраторе используется сенсор Sony IMX323 с возможностью записи видео в формате Full HD 1080p. Видео пишется отрезками по одной минуте, а это значит, что при максимальном объёме SD-карта в 64 гигабайта поместится до 6 часов в разрешении 1920 на 1080. При срабатывании G-сенсора видео помещается в отдельную папку и не перезаписывается. Объектив имеет угол обзора в 130 градусов, позволяя тем самым захватывать всё, что происходит на дороге перед автомобилем. Весь отснятый материал может передаваться по Wi-Fi на смартфон через фирменное приложение от Xiaomi, позволяя просматривать видео сразу в режиме реального времени. Также очень удобно, что в этом приложении есть возможность легко обновить прошивку видеорегистратора на самую последнюю версию. Следующая модель UI UltraDash Camera. Как известно, бренд UI принадлежит компании Xiaomi, а это значит, что качество видеорегистраторов UI на самом высоком уровне. UI UltraDash Camera – один из лучших современных видеорегистраторов. По умолчанию он снимает видео в ультракачестве с разрешением 2.688 на 1520 точек с 30 кадрами в секунду. Устройство поддерживает SD-карты ёмкостью до 128 ГБ не ниже 10 класса. Для сжатия используется кодок H.264 с файловым разрешением MP4. Помимо ультраразрешения, есть выбор на более привычный вариант 1080p с 30 или 60 кадрами в секунду. В UI UltraDash Camera имеется модуль Wi-Fi. Благодаря ему можно синхронизировать регистратор со смартфонами и планшетами с помощью фирменного приложения UI Dash Cam. Что касается записи видео, то в формате Full HD 1080p регистратор показывает прекрасную картинку как во время дневной, так и во время ночной съёмки. В ультракачестве картинка ещё более яркая, сочная, чёткая, заметно более информативная. UI UltraDash Camera позволяет получить нужную информацию о номере нарушителя даже там, где другие регистраторы фиксируют лишь выжженное светом пятно. UI Smart Dash Camera не случайно пользуется такой популярностью во всём мире. За небольшие деньги мы получаем достойное качество картинки, широкий угол обзора в 165 градусов, плюс в придачу возможность управления по Wi-Fi через мобильное приложение. Наверное, это самый популярный видеорегистратор в мире. Доступен в тёмно-сером и золотистом цвете корпуса. Дизайн в стиле GoPro здесь нет излишеств в виде хромированных вставок и замысловатых форм, он не привлекает внимания с улицы. Но при этом присутствуют строгие линии и выверенные формы. Смотрится видеорегистратор премиально. Крепление поддерживает поворот вокруг оси на 360 градусов. Комплектное крепление компактное и занимает минимальное место на лобовом стекле автомобиля. В настройках пользователь может выбрать между Full HD и Super HD. При этом 60 FPS доступно только для Full HD. Есть опции пассивной безопасности и настройка датчиков. Здесь же можно включить встроенный Wi-Fi. Также есть возможность переноса роликов в память смартфона для создания резервных копий важных кадров. Качество картинки на действительно высоком уровне, прекрасная детализация, отсутствие шума и помех. Номера разборчивы как на стоп-кадрах, так и во время движения. Режим 60 FPS позволит получить запас для работы со стоп-кадрами и плавную картинку на высоких скоростях. Отдельного внимания заслуживает ночной режим. Картинка детализирована и номера остаются разборчивыми. Здесь в свой вклад вносят светосильная оптика и большой размер. В целом, качество видеозаписи на уровне моделей верхнего ценового сегмента. Видеорегистратор 360J511 с момента своего появления на рынке быстро вошел в топ самых популярных, особенно среди стран СНГ. Внешний вид на 10 из 10 смотрится действительно очень круто, но главными его достоинствами являются характеристики. Мощный чип Amborello A12-A55 и топовый датчик изображения AR-02-38. Стандартное разрешение съемки 1920 на 1080, апертура 2.0, превосходная ночная съемка. Угол захвата камеры в 165 градусов, плюс также присутствует датчик удара, который автоматически формирует ролик за 10 секунд до срабатывания продолжительностью 1 минуты и сохраняет в отдельную папку видео с защитой от удаления. Аккумулятор на 500 мАч, один из лучших показателей на рынке, управлять регистратором можно через меню или через фирменное приложение по Wi-Fi. Через приложение доступно множество настроек, можно видеоролики копировать на смартфон и потом просматривать уже без регистратора. Поддерживаются карты памяти до 128 ГБ. Видеорегистратор очень качественный и недорогой одновременно и не вызывает никаких сложностей в работе. Видеорегистратор Mini 0805 обладает мощной начинкой и сделан таким образом, чтобы вообще не привлекать внимание снаружи автомобиля. Корпус выполнен из черного матового пластика. Возле глазка камеры расположен динамик и кнопка питания. Сзади корпуса небольшой экран с кнопками управления. Во время поездки не бросается в глаза и не мешает. Видеорегистратор оснащен мощным процессором Ambarella A7LA50 и качественным оптическим датчиком от компании OmniVision. Доступно множество режимов в съемке видео, самое высокое 2560 на 1080. По умолчанию стоит разрешение 1920 на 1080 30 кадров в секунду. Также есть возможность включить функцию HDR. Угол обзора оптики камеры составляет стандартные 135 градусов. Регистратор оснащен аккумулятором на 450 мАч. Есть также модуль GPS для записи скорости и местоположения, а также акселерометр для записи важных событий и защиты их от перезаписи. Устройство поддерживает SD-карты емкостью до 128 гигабайт не ниже 10 класса. В итоге видео получаются красочными и четкими как при дневном освещении, так и в ночное время. Причем видеорегистратор без проблем видит номера встречных машин даже на большой скорости. Видеорегистратор Mini 0806 является прокачанной версией Mini 0805. Отличий совсем немного и заключаются они в дооснащении 0806 еще одним слотом для карты памяти, благодаря чему максимальный объем повысился до рекордных 256 гигабайт, а также возможности использования специального поляризованного CPL-фильтра, который защищает от солнечных бликов. При использовании GPS можно просматривать записи регистратора с одновременным наложением пройденного маршрута на карту Google Maps. Модель не занимает много места на лобовом стекле, при этом имеет лучшие аппаратные показатели. Поддерживает технологию HDR и позволяет формировать Super HD видео с разрешением 2304 на 1296 точек. Стандартное Full HD видео 1080p снимает с частотой 45 и 30 кадров в секунду. Наличие двух карт памяти позволяет в случае необходимости скопировать ролик с одной на другую и передать карту инспектору для приобщения к материалам о ДТП. Конструкция крепления позволяет быстро установить и снять видеорегистратор, при этом не отсоединяя кабель питания. MaruBox M600R это устройство 3 в 1, качественный видеорегистратор, радар-детектор, который предупреждает водителя о камерах скорости по их излучению, и GPS-радар-детектор со встроенной обновляемой базой стационарных радаров. Видеорегистратор улавливает диапазоны частот X, K, лазера, стрелки, тренок и автодории. Начинка здесь крутая, в основе которой мощный процессор Amborello A7, который легко справляется с поставленными задачами. Экран устройства чёткий, яркий, не бликует и очень информативный. На экране показывается дополнительное направление движения, ваша скорость, диапазоны частот и системные значки заряда, GPS и прочее. Угол обзора в 170 градусов с прекрасной картинкой присутствует датчик движения и датчик удара. Рекомендуемая запись видео от производителя 1920 на 1080 30 кадров в секунду. Картинку снимает чёткую и в дневное, и в ночное время. Номера на стоп-кадрах читаются без проблем. Радар-детектор заранее предупреждает о камерах в зависимости от вашей скорости движения. Плюс новые обнаруженные камеры можно добавлять самому в общую базу. Место положения камер видеорегистратор также определяет по GPS. В целом, девайс работает на отлично. Язык русский, вся упаковка, инструкция, меню и звуковое сопровождение тоже отлично переведены на русский язык. Помимо всего прочего, весь свой маршрут через Google карты можно просмотреть более подробно. Jansan H030 популярен из-за крутой начинки с GPS-модулем и дизайном, который выполнен в стиле воздушно-реактивного двигателя. В салоне автомобиля регистратор смотрится отлично, внешний вид впечатляет. Если посмотреть с улицы, нам вид обычный вентилятор и не вызывает подозрений, что это видеорегистратор. Так как устройство не имеет дисплея, настройки регистратора происходят с помощью установленного приложения на смартфон под названием Wi-Fi Card DV. С настройками проблем не возникает. Включаем регистратор, затем на смартфоне ищем Wi-Fi сеть, подключаемся, заходим в приложение и настраиваем регистратор под свои нужды. Поддерживаются карты памяти до 128 ГБ не ниже 10 класса. Когда идёт подача питания на кабель видеорегистратора, он автоматически включается и начинает записывать видео отрезками по одной минуте. Продолжительность можно изменять. GPS-координаты отлично накладываются на каждую видеозапись. Новинка отлично ловит GPS-спутники даже в тех местах, где не справляются дорогие видеорегистраторы. С помощью установленной программы на компьютер под названием DataCom Player можно открыть любую видеозапись с microSD-карты памяти, и в программе в течение минуты будет составлен весь пройденный путь автомобиля на карте, с точной вашей скоростью движения, а также средней скоростью на всём пройденном этапе. Максимальный регистратор поддерживает запись 2304х1296 точек и 30 кадров в секунду. Угол обзора камеры составляет 160 градусов. Дневная запись очень качественная и яркая. Регистратор чётко видит номера на встречных машинах даже во время высокой скорости движения. DDPI M4 – это видеорегистратор с магнитным быстросъёмным креплением и GPS-модулем. Если вы предпочитаете часто отсоединять видеорегистратор, тогда на эту модель стоит обратить внимание. Соединяется кронштейн с регистратором быстро и надёжно, при этом можно регулировать угол наклона как по вертикали, так и по горизонтали. Видеорегистратор очень компактный, вся настройка происходит через собственное приложение Umera. Заявлена поддержка карт памяти до 128 ГБ не ниже 10 класса. Стандартное разрешение записи видео 1920х1080 при 30 кадрах в секунду. При необходимости разрешение можно изменять через настройки приложения. Это приложение для видеорегистратора полностью на русском языке и позволяет, например, скачивать записанное видео на смартфон. В режиме онлайн смотреть видео с регистратора, установить громкость разговорного динамика камеры и много прочих настроек. Установлена чёткая матрица Sony IMX322 со светосильным объективом 1.8. Угол обзора стандартный 140 градусов. Благодаря таким показателям регистратор прекрасно снимает, особенно в ночное время, без засвета и бликов на номерных знаках. GPS-модуль встроенный и предназначен для записи показателей движения, таких как скорость и информация о маршруте. Аккумулятор на 250 мАч, которого хватает до 10 минут автономной работы. Качество картинки отличное, номерные знаки читаются как дневное, так и в ночное время суток. Нет засветов, бликов, свою работу выполняет на отлично. Но всё же главная фишка этой модели – мгновенное подключение и отсоединение видеорегистратора благодаря магнитному держателю. VFO VR1 – это компактный видеорегистратор от известной на мировом рынке компании, который привлекает простотой и надёжностью вкупе со стильным дизайном. Технические характеристики на уровне гораздо более дорогих моделей, а именно Sony IMX 323, 160 градусов угол обзора, объектив 1.8, 1080p 30 кадров в секунду, поддержка карт памяти до 128 ГБ, Wi-Fi-модуль и суперконденсатор вместо аккумулятора. С такими-то характеристиками картинка и качество видео ожидаемо соответствуют продуктам от VFO и выглядит очень круто. Номерной знак впереди идущей машины читабелен на расстоянии более 10 метров. В ночное время картинка более чем достойная и не уступает конкурентам. Индикация лаконичная, красный светодиод показывает состояние записи, зелёный показывает состояние Wi-Fi. Светодиоды не отвлекают, даже если регистратор находится в поле зрения. Качество картинки на уровне Xiaomi UI, но при этом размер примерно в полтора-два раза меньше. Особенностью модели является использование суперконденсатора вместо аккумулятора. Судя по отзывам, многие покупатели приобретают эту модель сразу в двух экземплярах, одну вешают на переднее стекло, вторую в качестве заднего регистратора и камеры заднего вида. Размер файла 1920х1080 длительностью 3 минуты составляет примерно 300 МБ. Для использования регистратора понадобится приложение, скачав которое, вы получаете доступ к полному управлению регистратором. Набор функций в приложении стандартный, наличие G-сенсора, защитит видео от перезаписи, выбор разного интервала видео, а также его разрешение и частоты кадров. Venture N2 Dual Lens – это видеорегистратор, который можно часто встретить в западных сервисах такси, таких как Uber, Lyft, Taxis. Отличительной особенностью является наличие двух одновременно работающих камер. Передняя камера, которая снимает дорогу и обратная камера, которая снимает салон автомобиля и всё это в одном видеорегистраторе. Передняя камера снимает в разрешении 1080p 30 кадров в секунду с углом обзора в 170 градусов. Обратная салонная камера снимает в разрешении 720p 30 кадров в секунду с углом обзора в 140 градусов. Более того, задняя камера легко регулируется по вертикали для идеального обзора. Салонную камеру при необходимости можно отключить. Производитель гарантирует, что видеорегистратор термостойкий и продолжает работать даже при температуре в салоне 70 градусов по Цельсию. Full HD разрешение обеспечивает отличное качество видео, а в тёмное время суток видеорегистратор автоматически включает функцию улучшенного ночного видения. Само собой, есть G-сенсор с изменяемой чувствительностью и автоматическим обнаружением столкновения. Видеорегистратор блокирует видеофайлы после удара и запрещает их перезапись. Поддерживает карты памяти до 64 гигабайт, но на самом деле на практике успешно работает со 128 гигабайтами. Главное, чтобы класс карточки был не ниже 10-го. При заполняемости карты видеорегистратор автоматически последовательно перезаписывает старое видео новыми. За техническую сторону отвечает мощный процессор Novatec NT96-655, который успешно себя зарекомендовал в существенно более дорогих моделях. Сенсор передней камеры NT99-141, задний AR-0330. При необходимости видеорегистратор умеет делать фотоснимки на 12 мегапикселей в формате JPEG. В настройках можно установить активный режим парковки, который срабатывает и включает запись при обнаружении движения, когда люди или машины приближаются к вашему автомобилю. Ventro N2 Pro – это прокаченная версия Ventro N2 Dual Lens. Умеет делать всё то же самое, плюс отличается новыми преимуществами. Про версии в режиме одновременной съёмки с двух камер. Теперь каждая снимает 1080p 30 кадров в секунду. В режиме одиночной съёмки передняя камера снимает в разрешении 2.5K 2560 на 1440p 30 кадров в секунду. Объектив f1.8 фронтальной камеры с функцией HDR автоматически балансирует слишком светлые и слишком тёмные участки видео, улучшая детализацию и цветопередачу объектов во время движения. Объектив f2.0 с салонной камеры оборудован функцией ночного видения, которая позволяет вести съёмку салона во время движения в полной темноте, и при этом каждую деталь салона и действия пассажиров отчётливо видно. Встроенный микрофон для записи звука действительно является одним из лучших на рынке, но если вы не хотите записывать голос во время движения, микрофон можно отключить одной кнопкой. Также легко его и включить. ЖК-дисплей можно настроить таким образом, чтобы он постоянно работал и был активным, либо выключить его, но при этом съёмка видеорегистратором будет продолжаться. В техническом плане мощный процессор остался тот же Novatec NT96-660, зато улучшились сенсоры камер. Фронтальная камера теперь имеет сенсор OV4689 с углом обзора в 170 градусов. Салонная камера Sony IMX 323 с углом обзора в 140 градусов. Видео пишется с кодеком H.264, который открывается любым видеоплеером. Благодаря улучшенной начинке, качество записи видео потрясающее, особенно в разрешении 2.5К. Из ближайших конкурентов только топовые модели ценой в три раза дороже. Номерные знаки, мелкие объекты на дороге, таблички, предметы, всё детализировано и видно на скорости с большого расстояния. Эффект рыбьего глаза сведён к минимуму и не ощущается совершенно. Видеорегистраторы компании Ventro особенно популярны в странах Западной Европы и Северной Америки. Как видно не зря, за свою цену получаем практически топовый продукт от мирового производителя. В заключение хочу сказать, что к современному видеорегистратору необходимо приобрести надёжные карты памяти microSD не ниже 10 класса. Рекомендую microSD от мирового бренда Nitec, которые служат годами. Таким образом вы будете уверены, что у вас есть видеодоказательства в любой спорной ситуации на дороге. Надеюсь, что этот обзор был полезным и поможет вам определиться с выбором достойного видеорегистратора. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А на этом сегодня всё. Всем хорошей недели и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!